ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Вот и настала очередная серия. Настала Ведьмака, теперь уже на новой видеокарте. Кто-то просил рассказать о впечатлениях от новой видеокарты. Знаете, не такая уж сильная разница на самом деле между игрой на высоких настройках на 660 GTX и на выкрученный Ultra. Просто всё на Ultra выкрутил на 970 вместе с волосами. Там видео Hairworks и Geralt и всех NPC. ФПС стало стабильно держаться 60 или что-то около того. Но при записи во время ходьбы оно до 55 проседает. В городах, конечно, там всё покруче, 45 примерно. Потому что запредельное число персонажей. Вот. Тогда я решил понизить или убрать то, что, на мой взгляд, разницы какой-то не принесло в игру. Вот, кстати, заметно, что теперь при ходьбе или беге у Геральта периодически какие-то листья из-под ног вылетают. Вот раньше такого точно не было. Вот. Так что убрал волосы этих побочных персонажей. Ну, то есть, NVIDIA Hairworks я включил, а разницы вообще не понял, в чём тут Hairworks, над чем они тут Hairworks или... То есть, вот такая же фишка, по-моему, была в какой-то другой, в Бэтмене, что ли, игре. Вот там действительно показывали разницу Hairworks, там она чувствовалась. Здесь что-то я вообще вот не прохал, реальная разница. Вот. Теперь вода на ультрах. Вот. Вода у меня стояла высокая или средняя, не помню. Вот теперь на ультрах вода, ну, честно, видел я воду и покрасивее. Вот в Hardline, допустим, это пока что, наверное, лучшая вода на сегодняшний день. Здесь вода как вода, ну, прозрачная, жидкая. Всё понятно. А там вот прям так вот, когда на асфальте лежали эти лужицы, я в реальности такой красивой воды не видел ни разу, как в той игре. Вот. Ну, единственное, что из минусов, это то, что проект Armata дерьмово пишется и на этой видеокарте, потому что дерьмово там всё сделано. Из-за уёбичной травы, нарисованной криворуким, кривожопым разработчиком, в Armata графика проседает до 30 фпс на любой видеокарте. На двух картах, короче, там какие-то вот, где трава есть, там полная жопа. Поэтому попытался Shadowplay записывать этот проект Armata, всё равно картинка вся плавает, сыпется. Короче, надо ждать, пока они что-то переделают. Но учитывая, что игра-то внебрачный сын Wargaming'а и разработчик во всём подражает Wargaming'у, думаю, что и обновы тоже будут выходить, как у Wargaming'а, раз в год и незначительные. Чё-то я сейчас... Ладно, всё, пора обыгреть, чё-то не понял. Я сейчас приблизился и погода поменялась. Ну-ка, если я отойду, опять солнышко будет. Смотрите, смотрите, смотрите. Херак. Херак. Вот она линия, линия погоды. За этой мельницей какое-то царство тьмы. А здесь, смотрите, чей-то домик на отшибе. Мельники. О, ну всё, отлично. Теперь погода решила обосрать меня по полной программе. Ну, всё, всё, всё. На мониторе появляются такие бледные-бледные пятна, как от воды, но не очень заметные. На ютубе точно ничего не видно будет, скорее всего. В дождь фпс, естественно, рухнул ещё. На 10 кадров теперь 50. Но для Ведьмака и это прорыв. У меня-то на 660-й карточке 35 было, даже если просто в поле стоять. Эй! Слышишь меня? Ну, всё, всё, всё. Это кто кричал? Вор. Ха. Я забыл посетить кузнеца и посмотреть, могу ли я выкачать меч. Каймир! Ты там? Тише. О! Боги! Ну ты меня... Тише говорю. Этот туман ненастоящий. Может быть, в нём что-то прячется. Туманники, обманники. Ты ведь не хочешь, чтобы они сюда пришли? А вот вблизи, когда Геральт показывает, теперь видно, что у него щетина прям такая стала. Кто такой этот самый Камер? Я... Мы напарники. Заходим в брошенные дома. Всегда что-нибудь ценное найдётся. Ага, так ты вор. Воры у живых крадут. А мёртвым какой вред? Значит, мы радио. Каймир пошёл дверь открывать. И я встал на стрёме. Вдруг слышу. Лампа разбилась. И тишина. Зову его, но... Вот эта прядь волос, которая у Геральта вот сейчас вот, блядь, трепещет на лбу, вот это и есть Nvidia Hairworks, по-моему, как я понимаю. Что? Что это было? Это туманник твой, что ли? Нет. Это чёрный монах из дьявола. Я пойду узнаю, что там и где твой напарник. А ты? А я лучше свалю отсюда, по-добру, по-здорому. Хороший план, Нига. Солидное это имение. Отыскать подельника, посвящегося вора. Тяжи-то здесь в отдельном. Где-то лежат или не лежат. Просто говорят, что миссия жопоразрывательная, поэтому надо к ней подготовиться, а меч змеи, типа это лучшая шпага какая только есть в этой DLC-шке. Да, сходил, блин, сделал опять, надо было сделать квест мечи и вареники. В итоге сделал меч, а он, сука, на 39-й левел. Кстати, я не замечал на своей предыдущей графике, на которой я играл, что здесь на лезвии вот этой сабли, которую в склепе взял, на ней рисунок. Смотрите, какая-то ветка такая, типа. Всё-таки есть, есть вот разница в мелочах между вот этой ультро и графикой. Но это надо, конечно, приглядываться и знать, куда смотреть, потому что, ну, каких-то таких суперчудес, когда графику меняешь, не происходит. То есть, вот минимум и максимум там, да. Свежий навоз. А высокая и ультра, это там, ну, как бы сразу так в глаза-то не бросится. Отыскать подельника вора. Вообще, вот нахрен Геральту, я не понимаю, сразу. Идти искать вора какого-то, нахер он нужен? Тебе дали задание фиолетовую розу найти, иди ищи розу. Вода ледяная, будто била из горного ключа. Значит, тут призраки. Инфа стопроцентная. Потёртая. Кто-то тут часто сидел. Потёртая. А я вот смотрю на свои ультраграфики, что-то она нихрена. Они потёртые. Могли бы так потереть. О, чёрный пёс, поговорить. Ну, это уже совсем клиника, собаками не разговаривать. А на могиле, смотрите, голова собачья. Или что? Какая-то странная могила. Интересно, они не задолбались, вот эти три могилы в корнях дерева в эко-поте? Жесть полная, по-моему. Что ты делаешь в этом месте? Да это ж сатана, ты на глаза посмотри. Лучше исчезни, пока что-нибудь не случилось. Умный пёсик. Почти такой же умный, как Лесси. Помните, вот важный сериал про собаку Лесси? Кто-то по-прежнему регулярно ухаживает за цветами. Которую я что только не делала. Но здесь нет фиолетовой розы. Я помню, даже собака Лесси спасла школьный автобус каким-то хреном. Улии. Ухаженные, но все до одного вымершие. Он сказал, что за цветами кто-то ухаживает. Но единственные цветы, которые я вижу, это вот эти... Внимание, час позора. Гладиолусы? Я просто вообще не знаю. По-моему, гладиолусы, наверное, такие. Я в цветах могу отличить только ромашку, одуванчик, розочку и... Ну, тюльпан какой-нибудь, наверное. Кувшинку. Орхидею видел. Гвоздики ясная херня знаю. И на этом, наверное, все. О, еще один дом Барсоди, походу. Золотая кружка. Ну, неплохо так водичка, в общем-то, смотрится в фонтане. Странно только. Хожу теперь, любуюсь, как будто в первый раз игру запустил. Дуб такой еще сказочный тут. Слушайте, хором это вообще домишко небедное. Нет. Дом-сарай. Территория небедная. Я только не понял, к чему вот этот осмотр сада сейчас был нужен. Вода ледяная, блин. Цветы завяли, улей помер и чего. Там кошка, что ли? О, бусинка моя сидит, е-мое. Точно. Обратите внимание, глаза какие у животных. Мне кажется, что здесь борода какая-то. Снял бы ты отсюда, малыш. Это место... Что это за звук? Где-то копают? Ага. Странно, ведьмака такой вообще... Ой, бля, криволапая ты какая кошка, смотрите. Она идет походкой, как будто она основная тут такая, знаете, боже за... Такой походкой ходил этот бульдог из Том и Джерри. Помните такие лапы колесом-то? Ходит такой. Там вора, наверное, уже под ружье поставили и заставляют самому себе яму копать. О, это... Мне это напоминает сразу несколько песен Королеви Шута. И видит, что там на картине, граф и графиня. Что это за монах такой еще? Воров, что ли, там, нахоронила? Интересно, а что Ольгерт, поскольку он бессмертный, сам сюда не пошел? Что ему сделает? Так, он вытащил серебряный меч. Еще один вор. Изуродован. Ну, что-то я не вижу никакого уродства. О, да ладно, ни хера себе. А где глаза-то? Зараза. Нихрена ему пересадку лица сделали. Ключник. Ё, твою мать, ни х... А, я... Ты тоже из Шаулини, что ли? О, ёпт, твою мать. Ох ты, блядь. Понятно. Мувсет у него просто королевский. Чего он только не умеет. Это какой-то... Вариант, знаете, этого... В резьбе в четвертой, помните, такой ходил тоже в плаще? Понятно. Он, короче, после своего комбо... Застревает, блядь! Ну, Геральт, ну чё ты тупишь? Ну, понятно. После... После Дарк Соуса его мувсет просто смешон. А, и он хиляется, что ли, этим самым? Бля, я увлекаюсь что-то его избиением, когда он раком стоит. Мне так нравится. Мне кажется, что моя мясорубка... Что-то у меня, кстати, криты практически не выпадают. Блядь, ну господи, сука. Думал, что один удар ещё и успею сделать. Опа-на, а это что такое вылезло? Он их убивает и лечится, что ли? Ёб твою мать! Да ну нахер! Блядь, захват цели куда-то пропал в пизду. Да, босс, конечно, ёбнутый в край просто. Так, а что у меня есть там, что-нибудь намазать? Что-нибудь на что-нибудь нанести? Так, не то. Не то. Дополнительный эффект как бы. Животных, трупоедов, проклятых. Я думаю, он проклятый. А, так. Что ещё, гром, что ли? Заюзнуть. Да, как достал-то. Ну, давай. Покажи, что ты можешь. Give me your box, мазафака. Блядь, ну как? Не попал же, не мог попасть. Ну, сейчас мог. Ключник. Вздрючник он, а не ключник, слушайте. Вздрючивает вообще на ура. Блядь, какой кувырок у Геральда, блядь, слоупочный. Просто охуеть. Я как будто в броне Тевтонского рыцаря хожу, блядь, а не в какой-то там кожаной накидушке. Какое зелье увеличивает шанс критического удара? По-моему, было такое. Ускоряет сновление энергии. Позволяет видеть темноте. Снижает интоксикацию. Вампиры и трупоеды получают отравление. Он не трупоед, по-моему. Хуй его знает, пусть будет. Рефлексы. Увеличивает максимальную здоровье. Ускоряет генерацию очков адреналина. Ну, а это хилка, по-моему. Не знаю. Хуйня какая-то. С зельями что-то у меня какой-то косяк, походу. Ну, ты сука. Понятно. Теперь надо от выпада, главное, уворачиваться. Больше он ничего не умеет. Да, дерешься, ты как полная шлюха. Блядь. Главное, когда я эти выпады вычислил, он перестал, сука, делать практически. Это повезло, что он с лопатой. Воин с лопатой, а не, блядь, с нормальной какой-нибудь пушкой. А, он с каждым ударом хиляется, ёб твою мать. Блядь, три удара кое-как успевают сделать. Может, это правильно, что я его от кладбища увел? О, наша пошла. Хуй ты вымороз, я тебя, блядь, сейчас зарешаю. Давай, вставай, хуй ты взялся, блядь, за башку, за свою. Ага, хуй он, откидывай. Да, причём теней-то этих чё-то не вижу, где они? Но он, сколько-то он всё равно отхиляет. Главное, чтобы немного. Блядь, у Геральта бег куда-то, нахуй, наебнулся сразу. Блядь, ебанько. Так, что ещё есть? Ускоряй, остановление. Давай, сука, ускоряй, нахер всё. Хули, слоупочить. Ну и где это восстановление энергии? Я чё-то, чё-то не вижу, чтобы оно чё-то восстанавливало. Пиздец, наоборот, замедлилось, по-моему, восстановление энергии туда. Сука, говнюк, бля. С набором зелий да грамотной пушкой я бы его давно уделал. Криты какие-то вообще, блядь. Давай, нахуй, руби его в пизду. Блядь. Я так понимаю, что он слепой, и сам, ну, в него кидать смысла нету, да? Напоследок Геральт ещё напромахивался, сука, как криворукий, блядь. Он так умирает, как будто он сейчас ринкарнирует ещё. Охереть. Если даже Геральт не знает, что это такое. Между прочим, философы всё ещё спорят о понятии жизни. В другой ситуации я был бы потрясён. Но только не после этого зрелища. Кто вы? Определённо мы не звери. Считай нас друзьями семьи. Типа удивительно, надо же, а то, я не знаю, самые последние дети, которые играют в эту игру, сразу поняли, что это не настоящие собаки и кошки. Вы знаете того, кому принадлежит это место? Ольгерда фон Эврика? Знаю. Когда он ушёл, он оставил имение своей жене. Замечательно. Госпожа фон Эверик дома, вы можете доложить ей о моём визитере? Чего ты от неё хочешь? Я пришёл за фиолетовой розой, которую Ольгерд подарил Ирис перед отъездом. Ирис внутри, в спальне наверху. Возьми его ключ. Он от задних дверей дома. В таком случае я пойду поздороваюсь. Так, как прикажете к вам обращаться? Так же, как и сейчас. Мы держим свои имена при себе. Где они? Я чуть не вижу. Ооо, лопата ключника, оружие великое. Вообще прикол. 10% нанесённого урона возвращается в виде здоровья. Ёп твою мать. Вот это дрын. Но с таким-то дамагом до бискритов нахрен никому не нужен будет. Так, где бестиарий? Что это за дерьмо только что было? Глоссарий, бестиарий. Гибриды, духи. Проклятые, наверное. Нет. Реликты. Ключник. Есть многое на свете, что и не снилось нашим мудрецам, Бартоломео Дорец, пытавшийся вступить в контакт с существами из другого измерения и попавший в итоге в сумасшедший дом. Ключник служил с безразличностью, свойственной голему, и выказывал себя столь же яростным в бою, сколь усердным в выполнении повседневных обязанностей. Он не чувствовал боли скорее. Каждый полученный удар прибавлял ему сил, как и каждый удар, который он обрушил на Геральта лопатой. Кроме того, ключник был способен призывать сильных духов из могил, которые ему приходилось выкапывать, и исцелять себя, поглощая этих духов. Ведьмаку нелегко пришлось, когда он уворачивался от сокрушительных ударов лопаты. Единственная возможность поранить существо представилась, когда то воткнуло свое импровизированное оружие в землю, чтобы призывать энергию из другого мира и ошеломить врага. Это, очевидно, цитата из книги, то есть дерьмо полное. Нихрена не объяснили, что это за тварь. В бою вам поможет что? Щит, знак вен и масло против реликтов. Ах ты сука, я думал ты проклятый. А проклятая это жаба. Нихрена не улавливаю логики, кто тут есть кто. Да, ну конечно, если бы у меня меч был какой-нибудь нормальный, серебряный, с накладыванием эффектов, там, с какой-нибудь такой хренотенью, а не вот этот... А не этот кусок дерьма, которым я дерусь. Я бы его вальнул намного быстрее. Труп-то, а чё? Тут по карте что обозначено? Лут какой-то, вот этот крестик? Внизу. Склепишь, что ли? О! Не очень понятно, как туда попасть. О, херсти. Что ещё? Семена и луковицы. Здесь кто-то всё ещё сажает цветы. Обалдеть, не встать! Нет, серьёзно, вы посмотрите, каким куском говна я сражался с этим зверем. Проходчик, блядь. Ай, блядь. Искать Ирис фон Эверик на втором этаже усадьбы. Дайте-ка я нахрен восстановлю чакры. А то у меня чё-то нету доверия к этой бабе. Усилисты, как сфинксы прям. Ух ты, блядь. С других планет! Пришелец. И ничего не видно. Так, хорошо, понятно, ясно. Сейчас. Чё, у меня факела нету, что ли? Вообще? У меня кодильница есть. А кодилить тут всё, что ли? Да, сука, нету факела. Дерьмо. Сейчас посмотрим, на что сгодится эта хрень. Кодила крутится, лавэшка мутится, да? А, то есть, они закрыли меня внутри. Вход-выход свободен. Ладно, понятно, кодила не работает. Хорошо. А, ну работает, в смысле, он не читает псалмы, эти молитвы. А без этого кодилам там размахивать бестолку. Я выпил кошку, чтобы лучше видеть в темноте, но лучше видно не стало. Пипец. А где факел достать? Я что-то вообще не вдупляю. Это, наверное, этот... Дом из Леерсов Фир. Очень похоже, вот, финальная библиотека. Тут сейчас, наверное, телефон зазвонит. Посмотри наверх, там, наверное, другое измерение. Картина, картина. Это, наверное, или полуденица, или полуночница. Ну, по виду-то похоже. Хроники Нарнии, Эрридании. О, кавалерийские штаны. Ништяк. Альбом для набросков Ирис. Это что было? Точно Леерсов Фир. О, офицерская кривая сабли. Еще одна. Смотрите-ка. Кавалерийское седло. Почти точно такая же, как у моей, только дамаг повыше. Потому что у нее левел повыше. Афирская. Афирская я почему-то офицерская прописал. Но и руны-то у меня нету больше вставлять. Нахрену мне надо. Так, наброски-то ее можно позыркать? Чего я там рисовал? Нельзя. Дерьмовая дерьмона. Картина разминирована, да? То есть, скример не вылезет. Че это светится? Зараза. Уйди. Хрен тебе нанос ептать. Гони розу. Херово, что они заставляют... Все чистое. Стол сервирован. Похоже, этот ключник постоянно накрывал на стол. Херово, что они заставляют здесь ходить без света. Вот, отстой. В черно-белой гамме на все это смотреть что-то... Как-то, блядь, хуйня какая-то. Конечно, сейчас... Кто ж тут... Будут тебе факел на входе ложить? О, убудешься, так походишь. Фуфло какое. Так, тут завалено. Ну, понятно, то есть... Только на второй этаж идти. О! Дэш Ольгерт. Какой в жопу это Ольгерт, это... Эдди... Эдди... Эдди Меркури из Квин. Ольгерт, которого я никогда не знал. Он был тогда другим человеком. Конечно. Он был геем. И пел классные песни. One, two, leave forever. Длин, он серьезно похож. На этой картине, по крайней мере. Кто-то пытается меня остановить. Она из картин только нападает, что ли? А, я знаю, это картинница будет какая-нибудь. Все счастливые семьи похожи друг на друга. Каждая несчастливая семья несчастна по-своему. Да-да, известная цитата. Только я не думал, что она известна с таких незапамятных времен. Каждая пожара. Интересно. Очень. Нахрена им одни и те же книги, я не понимаю. Вау-вау. О, кошка свалилась наконец-то. Что за, ёб твою мать? Кто? О-о-о, о-о, блядь. Хули этот меч опять ломается? Ёб твою мать. Нехал с его чинить уже. Ты что, швабра? Ты на кого, блядь, быкуешь? О-о-о, так. Где у меня ремонтное говно какое-нибудь? Ты что? Что, картину не лечишь? Тут все, что ли, отхилом обладают? Я не понял. Ёб твою мать. Закиньте эту хуйню когда-нибудь нахуй уже. Что опять её лечит? О-о-о, критовалого попёрла, попёрла. Пошла жара, пошла, пошла. Давай, зажал её уголок, давай. Да, ну у Ольгер-то и бобёнка была, надо сказать. Призрак из картины. Напоследок ещё ломбаду такую станцевала плечами. Так, темно, темно, темно. О, светло, светло, светло. А, картины сжигать можно, что ли? Я не знал. Спальня. Здесь должна была быть Ирис. Ну-ка, где ещё картина? Нет, а вот она, Ирис. Завяла. Бедняжка. Стопэ, чё это такое? Портрет Ирис и Ольгерда. Прекрасная пара. Да, очень прекрасная пара. Мой приятель тракториста, я доярочка, сука. Это должна быть она. Зараза. Да, она, зараза. Ты хотел её увидеть? Вот она. А чё же они похоронили? Тщательно подбирать слова для своих желаний. Меньше разочарования будет. Это что, шутка какая-то? Почему вы сразу не сказали, что она мертва? Ты не спрашивал? Сука, я вас на кастрацию сейчас отведу. Почему нету я не похоронил? Мы не можем. А ключнику она при жизни велела держаться от себя подальше. Он и сейчас исполняет приказ. Её дух не упокоен. Он в ярости. Почему? Госпожа Фоно Эверик пережила много бед. Она отвыкла от гостей и не любит людей. Она не слышит нас. Отчего она умерла? Я не вижу ни ран, ни следов борьбы. Сердце разорвалось. Ты имеешь в виду инфаркт? Нет. Просто разорвалось. Ну это трудно поверить. Но именно так всё и было. Однажды Ирис закрыла парадные двери на ключ, легла здесь и умерла от тоски и одиночества. А где в это время был Ольгерт? Ногти у неё классные. Нарощенные, наверное. Выходит, я должен поговорить с духом, Ирис. До нашей хозяйки нелегко достучаться. Её переполняет злость и горечь. Есть один способ. Мне нужно похоронить тело Ирис. Но кладбище ключника место неподходящее. Там слишком много крови и страха. Она часто бывала в саду перед домом. Тогда может там. У меня и лопата есть. Возьми этот ключ. Он откроет главные двери. Хорошая собачка. Там ещё одна комната оставалась. Из которой меня благополучно телепортировали. Странно, интересно с чего. О, ну-ка. Нет, нельзя сжигать картины. Это просто те загорелись почему-то. Сука, они что, всё закрыли что-то? А, я по балкону уже прошёл. Там ещё одна комната. Я думаю, что там-то и лежат самые вкусности. Так, тут я добился с этим. Ирис. Он пошёл её хоронить, а её здесь оставил. Классно. Ну. Бутылка воды. Ёптумить. Тимерская, риданская. Да, синьки тут было до хрена, сразу видно. Грустила баба. Да. Сука. Хрен тут на нос, а не лут. Так я чё, я же дух убил уже. Я прочитал без теории про призрака из картины, но мне кажется, там опять будут какие-то цитаты из книги. А я её и сам прекрасно прочитаю. Так, парадные двери, парадные двери. Ёпта, напугали. Суки. А как вам такой поворот событий? А? 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 Суетовик ведьмачий круг. Чё, вам пофигу? Сука. Найти подходящее место. Где кошки не сикали, да собачки не какали. Не, ну это кладбище ключника, где это место не пойдёт. Ясная херня, как я... Слишком близко к дому. Как я камни буду копать? Надо выбрать, где почва помягче, чтобы лопатой там шик-шик. А то чё мне, трактор заказывать, что ли, чтобы яму вырыли? О. Шмона цветов. Похороним её в кумбе. Тут где она рисовала, что ли? А вот и земелька подходящая. Точно. Вот это место, пожалуй, подойдёт. Да, она любила здесь рисовать. У госпожи фон Эверик были какие-то пожелания? Как она хотела быть похоронена? Она боялась смерти и думала, что никто её не похоронит и не скажет доброго слова. Значит, я сделаю и то, и другое. Хм. Ещё одна безымянная могила бревной какой-то воткнул. Ирис была женой. Ирис фон Эверик была талантливой художницей. Я не знал фона Ирис фон Эверик. Я не знал Ирис фон Эверик и не могу произнести достойную речь. По воле судьбы её останки были упокоены незнакомцем. Иногда судьба запутывает наши тропинки и жить становится так тяжко, что уже не вынести. После смерти каждый заслуживает упокоения. Аминон. Положить на могилу альбом. Положить на могилу Ирис с Ольгердом. Вы двое хотите что-нибудь добавить? Не знаю, захочешь ли ты быть похоронена с портретом своего мужа. Но раз уж вы жили вместе, возможно, ты желаешь, чтобы он был рядом с тобой и после смерти. Вы двое. Скажете хозяйке что-нибудь на прощание? Мы не разбираемся в людских ритуалах. Мы верим, что ты сделал всё согласно вашим обычаям. Бездушные твари. Ритуал призыва. Что-то в этом DLC слишком много ритуалов призыва, по-моему. Останки погребены. Попробуем её вызвать. Дух неупокоенный. Я сложил твои кости. Забудь о гневе, забудь о скорби. Яви своё обличие. Работает. О, ёп твою мать. Опять. Какая красотка. Помолодела. Ты сделала пластику? Фитнес? Прости, что вырываю тебя из твоего мира. Мне надо тебя кое о чём. И для меня ты стала чёрной невестой. Она нарисовала фиолетовую розу, что ли? А, она руку туда просунет. Или что? Она похожа на эту из фильма «Мама». Там, кстати, вторая часть вроде вышла, нет? Я должен идти за тобой? Хорошо? Чё? Блядь. Я бы сказал, давайте тут подожду, ты мне сюда принесёшь. Чё, западня какая-то, походу. Так это или нет, мы узнаем уже в следующей серии. Так что чё-нибудь жмите, чё-нибудь там пишите. И адьё. Продолжение следует...